Привет поклонники лего и любители фермерской техники! Сегодня я покажу очередной хит модель комбайна, которая выполнена в классических цветах компании John Deere Здесь вы увидите замечательные функции и достоинства этого чуда лего технологии Посмотрите, как он выглядит в сравнении с другими моделями Вместе с вами мы модернизируем этот комбайн прямо сейчас и несмотря на все его недостатки, он просто офигенный Знакомьтесь, 42168 John Deere Forage Harvester Кормоуборочный комбайн У него есть рулевое управление задних колес Механизм подъема кормоуборочной сжатки Фрезы для заготовки фуража, которые вращаются в одну сторону И колесо в реальном масштабе В набор входит 559 деталей 4 пакета с номерами и один с колесами Маленький лист с наклейками И понятна инструкция с картинками На последних страницах мы узнаем, что у этого набора есть реальный прототип Дублирование иллюстрации коробки Как обычно, перечень всех деталей На первом этапе строю основание для установки задних колес и систему рулевого управления Проверяю правильной сборки механизма конической передачи И устанавливаю ее на раму Простейшее рулевое управление готово Включает минимум деталей, но работает эффективно Коническая передача имеет дополнительную шестерню Чтобы легко управлять задними колесами По инструкции бампер собран на синих пинах Но я бы его собрал на черных И для этого есть техническая возможность В конце видео устраню этот недостаток Из зеленых деталей строю капот двигателя Поверхность получилась гладкая Но прошу обратить ваше внимание на то, что детали имеют различные оттенки зеленого цвета Конструкция капота двигателя простая и интересная в сборке Получился клевый пузатик с бултыхающейся крышкой Раму и капот мотора объединяю в единое целое Эта желтая хрень называется сила сопровод Которая на конце имеет козырек А в низной части у него есть узел вращения Финальная стадия сборки системы рулевого управления Систем деталей отлично гармонирует с техник деталями И меня это радует Проверяю работоспособность рулевого управления Работает просто и эффективно На втором этапе есть еще одна сборка из систем деталей Она довольно большая Включает крыло заднего колеса и устанавливается на боковую часть комбайна Надо быть внимательным и четко следовать инструкции Очень важно правильно расположить деталь С обеих концов должна быть видна небольшая часть черной балки Переднюю часть шасси соединяю с основной при помощи пинов И укрепляю вертикальной балкой Здесь я накосячил Этот красный полупин должен быть направлен вовнутрь Шины на половтулках Это самые маленькие колеса, которые я когда-либо встречал Они будут вращать шестерню привода уборочного агрегата Принцип действия данной системы Конструкция кормоуборочной жатки имеет множество деталей И ее интересно собирать Деталь напоминающая коготь Достаточно плотно устанавливается на раму агрегата Большая шестеренка на 20 зубьев Здесь их 6 штук Последний штрих И вот так будет работать система Смотрите какая красота Я даже себе и представить не мог, как это выглядит круто Добавляю несколько деталей в виде двух черных колпаков Четыре дифференциальных шестерни и два хлыста Конструкция хорошо выдерживает нагрузки, накручения и изгиб В целом механизм выглядит сногсшибательно В нем все продумано до мелочей и работает безупречно Как часики Кормоуборочная жатка полностью готова И сейчас я ее устанавливаю на шасси Так выглядит результат третьего этапа сборки Круто! Это обычная рычажная система Начинаю добавлять детали из секции кабины А это механизм, который регулирует высоту кормоуборочной жатки Чуть позже расскажу про него подробнее Есть сидение И рулевое колесо Внутренняя часть кабины построена из систем деталей Ее достаточно сложно установить Крыша кабины закреплена на Г-образных балках Не так-то и просто прикреплять систем деталей крыши комбайна Нужен опыт Секрет состоит в том, что надо предлагать усилия строго напротив красных полупинов Тягово-сцепное устройство предназначено для буксировки прицепов Диски имеют разный диаметр и разную ширину Это диски задних колес Они не симметричные Шины меньшего диаметра предназначены для задних управляемых колес Их размер 37 на 14 Они имеют интересную форму Размер шин передних колес 49,5 на 20 Пустотелые внутри На желтых дисках колеса смотрятся хорошо Черный цвет отлично сочетается с желтым Установка колес является заключительным этапом сборки всего набора Комбайн получился настолько хорош, что я даже не стал приклеивать наклейки Без наклеек он смотрится прекрасно Тем более, что я хочу из него строить многочисленные альтернативные модели Ходовые качества великолепные Комбайн достаточно маневренный Очень хорошая игрушка, чтобы научиться управлять задними колесами Комбайн имеет масштаб, сравнимый с мусоровозом А вот так он выглядит совместно с бульдозером и багги для гонок по бездорожью И я очень доволен, что приобрел эти три прекрасных набора Рулевое управление имеет надежную конструкцию И смотря на свою простоту, работает эффективно и безупречно А вот фаркоп имеет не простую конструкцию, а очень простую Таким образом к комбайну можно будет присоединить прицеп для погрузки в него силоса Также мы можем открыть капот, но двигателя здесь нет Желтая хрень под названием силосопровод имеет возможность вращения И предназначена для загрузки транспортных средств силосом Есть боковой вариант Загрузка идет под давлением и силосопровод не должен быть длинным А все те, кто критикует этот набор из-за короткой длины силосопровода Они нихрена не разбираются в технике Второй вариант, это загрузка сзади в грузовой автомобиль или в прицеп Весь процесс именно так и происходит А этот набор супер клевый для игры Комбайн имеет поворотные зеркала заднего вида Которые не очень-то и хорошо смотрятся без наклеек Но вариант модернизации существует Рулевое колесо легко вращается Кабина оснащена стандартным креслом для водителя С возможностью установки на него фигурки Чувачок смотрится в кабине комбайна великолепно Супер функция данного набора Это кормоуборочная жатка Вот эти маленькие колеса через систему шестеренок Приводят весь механизм действия Единственным недостатком этого механизма в данном наборе Является то, что фрезы вращаются в одном направлении Но в таком масштабе сложно скопировать оригинал Вот этот простой механизм поднимает и опускает жатку Рабочим элементом является коленвал Который давит на рычаг При этом жатка поднимается А вот это пины, про которые я рассказывал Они являются упором для коленвала в нижнем положении Но если перепутать установку красных пинов То жатка не сможет зафиксироваться в верхнем положении Такой протектор шин не подходит для работы в поле Поэтому сейчас я вам покажу идею Как заменить эти автомобильные колеса на брутальные тракторные Но просто так заменить колеса на тракторные не получится Они чуть большего размера И будут цепляться с зажатку и верхнее крыло Но верхнее крыло убрать не проблема А чтобы тракторные колеса не цеплялись с зажатку Необходимо внести изменения в конструкцию шасси И чуть-чуть раздвинуть колеса То есть увеличить колею Все прекрасно работает Фрезы вращаются Жатка поднимается Комбайн легко катается Единственная проблема в этом проекте Поднять крыло Но в будущем мы что-нибудь придумаем У меня кстати есть идея сделать космический комбайн Ведь надо же как-то убирать урожай на Марсе Фары стоят в правильном месте Но выглядят как-то бледно Также я хотел бы сюда поставить дополнительные Существующие фары я решил модернизировать И увеличить их яркость Делается это просто В прозрачную деталь надо вставить кусочек белой бумаги Напишите в комментариях Как вам понравилась эта идея Нижние фары не помешают для работы в ночное время А на заднем бампере Они тоже смотрятся идеально Я предлагаю синие пины заменить на черные Все очень просто Выглядит так, как и должно быть При этом бампер сохранил свою прочность и жесткость Я не приклеил наклейки на зеркала заднего вида Поэтому временно позаимствовал их от мусоровоза Вот теперь выглядит хорошо Внутренняя часть периодически выпадает из кабины в процессе игры Но если научиться ее быстро устанавливать То нет проблем Само собой очень легко отваливаться крылья задних колес Самое главное их не потерять Верхняя часть кабины перемещается под нагрузкой Но в общем и целом Конструкция всего комбайна достаточно прочная Детали лего техник работают отлично и без проблем Комбайн мне очень понравился И я рад, что приобрел этот набор А вас, мои дорогие зрители Я попрошу подписаться на уведомления Написать любой комментарий И поставить лайк Увидимся в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok